здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на канале дискусс из краснодара началась весна март месяц у нас сегодня сейчас вы увидите фрагменты видеороликов которые я снимал на протяжении двух недель приятного всем просмотра не забываем ставить лайки и подписываться на канал итак пожалуй начнем с нашей хорошей пары дискуссов самец горошек белый самка змеиная кожа метали у них получился стопроцентный выклев личинки после нереста в жесткой банке но к сожалению после выклева они сожжали личинку кстати я объединил дискуссов заново опять перепаровал вот у нас было немножко подростков наших леопардово змеиной кожи в общем малечки которые выращены на миссис их ринки и здесь их было мало отдельный особи водяные банки пугались сильно объединил сделал общую стаю рыба начала лучше себя чувствовать лучше кушать начала пороваться даже этот на скорее всего самец будет а не знаю либо леопард либо это у нас голубой скорпион получишь надо будет сами слушайте у него уже косичка есть значит это будет самец кстати леопардовый дискус справа от него видимо самочка на кону становилась и вот эти тоже на кону становятся тоже вон самец видимо который леопард леопард змея вчера работал на разводни и заметил что от нерестилась парочка вот такие кабасики встали в пару у нас вот такая леопардовая змеиная кожа самка достаточно высокая круглая получилось и самец леопард или скорпиону скорее всего просто леопард они боятся в нерестовике такое бывает у молодых пар очень часто но тем не менее когда не боятся они становятся на икру и ухаживают за ней нерестились они в жесткой банке вот спустя сутки если определенный процент белой икры вроде бы потемнело значит отработали но посмотрим личинка будет нет сначала будем вытаскивать наши баночки отключаю систему воздуха убираю нужно будет перезапускать это все так ну все мы перенесли получается наших тернешек теперь просто выливаем в банку и запускаем ее все теперь запускаем механику регулируем тут можно и в принципе максимум открывать заливаем 5 литров воды на первое время хватит что еще и рацию обязательно делаем у меня есть аэратор пузырики ставим ну все шурует вода фильтруется аэрируется как у нас выглядит пересадка корне цепло у нас зеленая желтая розовая голубая конечно же потом когда они вырастут надо будет белых сортировать убирать ну а так фильтрация есть аммиака тут не будет теперь каждый день добавляем до предельно допустимой отметки по 5 литров воды и последующим уже 5 литров воды ежедневно надо менять им для освежения водички ну там либо по два по три литра как они будут расти ну тут два выводка у нас получаются в принципе думаю третий не надо сделать вот пока пока те вырастут да растут мы уже отсюда сейчас продадим отсюда сейчас продадим этих пересадим сюда либо сюда а на их место уже из двух банок соседняя баночка парочка самка красный пиджин золотой мандарин сегодня попал малечек сейчас малек сел на конус больше часа садится на папашу золотого мандарина на мамку там тоже садятся малечки и несмотря на то что у них здесь зеленая механика и один-два малька иногда садятся на насадку что хорошо большая стая на конусе и с конуса на родителей садится здесь в этой партии дискуссии которые на продажу потихоньку подрастают есть уже отдельные экземпляры в размере больше 9 сантиметров соответственно цена будет полторы тысячи рублей в соседние баночки новенькая наша парочка выращенная нами с икринки леопардовая змеиная кожа леопард сегодня взяли на себя малечка это самочка такая высокая вот по ней малечки ползают а рядом стоит самец со своей большой косой кстати немножко потемнели они и что хорошо самое интересное что обилие губок черных и на себя взяли первую медку отработал самец более-менее получился 20 процентный выклев личинки они его перенесли на обратную сторону конуса ухаживали вот сегодня взяли на себя малька в общем мы заказали более мощный компрессор вот он находится здесь даже здесь у нас висел еще один компрессор от него были шланги на на инкубаторы артемии поставили один мощный компрессор самый низ к нему спаяли вот такую трубу большую прикрепили и на каждом уровне где предполагается размещение разных листовиков вот столько сделали от четырех до пяти шести краников здесь у нас краники получается одна штука свободно под нерестовик 4 заняты 4 у нас идут на инкубатор артемии она токсина не пулькает очень тихо работает далее здесь у нас четыре идут на четыре нерестовика которые здесь находятся воздух я потихоньку сделал если что можно сильнее делать и тем самым также на алифты тоже сильнее можно делать далее еще тут четыре нерестовика вот здесь 4 также у нас клапана стоит здесь 5 клапанов также я сейчас сделал вот так вот лампу я не стал ее на хомуты на стойку прикупать потому что мне неудобно работать там делать подмены вываливать глошек я проложил вот такую крышку маленькую у меня есть и наверх сбоку завел светильник тем самым камеру он не светит сильно смолечек ковера также равномерненько растут отсюда на продажу два штучки забрали выловил самых крупненьких и кругленьких около шести штучек в другую банку чтобы лучше росли здесь чисто красный неон 120 литров у меня улиточки расплодились вот красный неон мы его высаживали на нерест вот такая тут рыбка на производстве она у нас оставлялась есть интересный прокрас ну а наверх я посадил голубых алмазов сейчас они конечно же имеют немножко плохой вид потому что я их вываливал гигантским сачком сразу по два по четыре дискуса ну а так они хоть не стоят в углу плавают активно корягу я убрал с центра в бок чтобы ну во-первых зона кормления у них была свободна во-вторых чтобы когда они перемещались их было на камеру видно а так смотрите такие лопаты уже выросли по 20 сантиметров 25 в диаметре и не пороются бояться ну в общем вот такой дискус голубой алмаз такие красавчики один конус я им оставил как ни странно но всегда любая пара убирает конус именно под сливом с сампа потому что лучшая продувка там может быть природные инстинкты что аэрации там течения в общем они всегда там занимают хороший угол ну а так вот сейчас хотя бы они привыкли уже влево вправо плавают постоянно адаптируется что хорошо еще перегородка у меня не стоит они видят соседних дискуссов также также еще бывает такое что когда рыба рыба видит в перегородку как нерестится другая рыба они перенимают этот опыт на себя и тоже начинает становиться в пары и нереститься у меня вот белые тернешки которые никто почему-то никогда не берет ну я себе чуть-чуть оставил маленькие стайки дискуссами вот растут на фарше отъедаются вот такие кабасики выросли красивые блестящие рыбки такие вот так вот голубые алмазы они сейчас немножко пошкарябанные через день они восстанавливаются в окраску вот такие кабаны сейчас я вам их приближу такие лобасты тут не знаю либо это самцы такие крупные либо это самки но если вот такая самка круглая получится с таким самцом то я думаю малечки будут расти хорошо вот они здесь хорошо себя чувствуют самая первая банка а здесь ними помню в этой банке сидела змеиная кожа которые начали биться на пары и змеиная кожа задоминировала своим стрессом в эту менее пугливых алмазов я в итоге змеиную кожу убрал змеиная кожа алмазы с алмазами посадил ну и вот они плавают адаптировались что хорошо в этой баночке у меня пара кобальтов сидит себя пришли после малька когда забрал их это розовый кобальт а вот голубой кобальт вот он сюда парочку посадил красных дынь к сожалению нерест не получился у них посадили их в неподготовленную воду в этой баночке парочка красная у нас малечка вынашивает красный дискус и золотой мандарин вот частично их малек частично малек пиджинов такая самка и вот там вот самец с малышней сидит заключение видео покажу вам сомиков с корицом панамская сделали две метки и два самца вместе сидят один свою метку охраняет другой чужую охраняет единот жид Qi а с у у у Продолжение следует...